Морской вокзал в Сочи Нужно быть с иголочки, особенно когда ждешь на интервью известного стилиста. Ко мне сегодня придет гость, который действительно умеет конструктивно критиковать и знает буквально все о последних тенденциях фэшн-индустрии. Телеведущий, эксперт моды, а с недавних пор еще и видеоблогер. В море откровений Александр Рогов. Мы начинаем. Саша, привет! Сто лет сто зим. Привет. Два раза. Два раза. Отлично. Добро пожаловать в Сочи. Добро пожаловать. А мы идем в какой-то милый ресторан? Мы идем в самый лучший ресторан, Саша. Класс. Я не могла тебя в другой просто пригласить, понимаешь? Так, все, тишина, мы пишем. Ой, мама, что будет? Кристина, что ты со мной делаешь? Ты замужем, наверное, да, уже? Мог бы и поделиться, конечно же, с нами. Прям Кристина какая-то хочет узнать все мои гонорары. Стройка будет мешать, да? Скажите, что президент снимаем. Всем рулит Саша Рогов. Зачем все остальные? Да потому что все спят. Ты прям подкована. Ну как, не видят, подожди. Что ж ты будешь делать? Мне не жалко, на самом деле, я вам контент просто делаю. Что вам случаются денежки? В магазине я кое-что украл. Мамочка, что я сделал? Я тебя люблю. А сейчас новая рубрика. 25 неудобных вопросов Кристине. Я ж напряглась. Саша, привет. Привет еще раз. Ты прилетел в Сочи с модной миссией научить наших красавиц правильно составлять гардероб и быть неотразимыми. По твоим личным наблюдениям, отставание регионов от Москвы и Питера в плане моды с каждым годом становится больше, меньше или остается примерно на том же уровне? Кристина, что ты со мной делаешь? Я не считаю, что регионы отстают. Я считаю, что в каждом городе, в каждом месте есть и свои модники, и свои модницы, и свои супер продвинутые люди. И при этом есть те, кому на моду наплевать и на свой внешний вид тоже. В Москве то же самое. В Москве есть какой-то небольшой костяк людей, которые круто выглядят, за собой следят и всегда просто с иголочки. И при этом есть огромное количество людей, которым вообще наплевать на то, как они выглядят. Поэтому я бы вообще не хотел сейчас говорить, что в регионах какой-то провал с модой. На самом деле все в регионах прекрасно, особенно когда я прихожу на свой мастер-класс и вижу в зале совершенно разных женщин. И обычно будет как. Первые ряды — это самые модницы, самые крутые, самые дерзкие, классные и интересные. Вторая зона — это те, кто уже неплохо выглядят, но они хотят дотянуться до первых рядов. И на последних рядах будут сидеть те, кому интересен просто я как персонаж. И моя задача в рамках моего мастер-класса — достучаться до всех. И до тех, кто уже разбирается, и чтобы им было не скучно, и тем, кто сидит сзади, хотя бы объяснить, что нужно в душ ходить, голову мыть и свежо выглядеть. Это правда нужно объяснять. К сожалению, самые простые истины нужно объяснять. И ничего с этим не поделаешь. Какой бьюти-влогер. Нужно рассказать, что есть душ, нужно рассказать, что от вас должно приятно пахнуть. Потому что вы можете быть одетыми в самое простое и недорогое платье, но при этом источать прекрасный аромат. И ваше платье будет выглядеть просто в 10 раз дороже. А есть те, кто могут надеть красивое, дорогое, невероятное платье, и при этом забыть о гигиене. Такое случается. Правда. Я сегодня буду рад поделиться с вами секретами, своим мастерством. Есть кто-то, у кого я из зала, есть моя книга. Эта вещь возвращается на свою пустую вешалку. Все. А еще классное правило, которое со мной сработало — заведите кота. Единственное, что мы можем с вами хранить по нескольку вещей на одной вешалке, это брюки или юбки. Пока шамель всегда в Париж происходит в 10 утра, не раньше. Надеть кутюрное платье в полное просто не может. В нем оно будет неадекватно. Саш, ты можешь назвать себя мужчиной с идеальной внешностью? Нет, конечно. Не считаю. Я вообще урод. В смысле, ты не нарцисс? Нет, ну понятно, что всем кажется, что я нарцисс. Стою по 50 часов у зеркала, наблюдаю, раскладываю пряди. Это вообще не так. И всем кажется, что я весь помешан на красоте. Это тоже не так. Я кремом-то пользуюсь раз в две недели. Уже когда у меня вот здесь все засохло, и нужно просто это все замазать. Нет, ну понятно, что я знаю, что я не самый некрасивый человек в мире. И, естественно, это часть моего образа. Но ни в коем случае нет. Я не упиваюсь своей внешностью. Ботокс колол? Ботокс ни разу не колол. У меня живая мимика. И благодаря моей маме и моим генам я прекрасно выгляжу. Правда? Конечно. Что я делал? Я делал блефоропластику. У меня были мешки под глазами. Мне их нужно было убрать, потому что они мне очень мешали в работе на телевидении. Очень часто свет не из самых удачных точек. У меня были такие опухшие мешочки здесь под глазами. Я делал операцию, их убрали. Я себе делал такую инъекцию в подбородок, чтобы он стал чуть более массивным. Это такая мускулинизация лица называется. И мальчикам очень часто такую процедуру делают, особенно тем, которые даже об этом потом никому не расскажут. Просто доводится инъекция, и подбородок становится чуть более массивным. Но я делал однажды, больше не повторял. То есть ты сейчас продолжаешь работать с частными клиентами? Ну, на самом деле, я сейчас очень редко с частными клиентами работаю, потому что у меня на них нет времени. Что такое частный клиент? Это человек, в чью жизнь ты практически должен полностью интегрироваться. Тебе нужно контролировать этого человека. Это постоянное обновление гардероба. У меня такой быстрый режим работы, что работать долго с частным клиентом, особенно если мы говорим о человеке обеспеченном, я не могу. А были неблагодарные клиенты? У меня была одна ситуация с одной частной клиенткой, очень обеспеченной и достаточно известной дамой. У нас практически до суда дошло дело в итоге. Ну, давай мы не будем эту ситуацию сейчас вспоминать. Ламочка, что я сделал? Дело не в том, что она была чем-то недовольна, или я был чем-то недоволен. Ну, в общем, как-то так получилось. Вообще есть мнение, что работа стилиста – это быстрые и легкие деньги. Опровергни или согласись? Это неправда. Я опровергаю. Это не быстрые деньги, это не легкие деньги, и очень часто это даже не деньги. Потому что профессия стилиста – это творческая профессия. И когда ты в нее идешь, ты должен быть готовым к тому, что первые несколько лет ты вообще деньги зарабатывать не будешь. Ты будешь зарабатывать авторитет. Потому что для того, чтобы получить в итоге какой-то большой серьезный гонорар, у тебя должен быть авторитет, когда к тебе придет клиент, готовый заплатить за твои услуги. К тебе придет телешоу, которое ты будешь вести, как случилось в моем случае. Это будут большие фэшн-съемки, за которые платят деньги. Хотя очень часто фэшн-съемка – это практически бесплатный труд. Ты очень много денег своих тратишь на то, чтобы съемка получилась крутой. Или к тебе придет реклама. Очень много стилистов зарабатывает именно на рекламе. Поэтому ни в коем случае это не легкий труд. И очень часто все правда думают, что стилист – это человек, который с бокалом шампанского на какой-то потрясающей гламурной вечеринке общается с гламурными людьми. Это не так. Скажи подробнее, кто такие трендсеттеры для нас необразованных? Я вам не только расскажу, но и покажу. Вот они. Ага, то есть те люди, которые создают тренды. Да, ну на самом деле это люди, которые как будто бы чуть опережают моду. Которые придумывают что-то, что потом все подхватывают. И даже нельзя сказать, как трендсеттером стать. Очень часто трендсеттерами становятся те люди, которые не планировали ими быть. Это просто те, кто как-то совершенно по-другому, более свежо смотрят на ту же самую моду, на себя, на одежду и сам выражаются. У Ольги Бузовой есть ее фирменный хэштег «Я создаю тренды». Ее можно назвать трендсеттером? Когда мне спрашивают, можно ли носить колготки в крупную сетку под джинсы с дырками, я говорю, вот если Ольга Бузова это уже сделала, вам уже не нужно. Поэтому я бы сказал, что Ольга Бузова, конечно, это антитрендсеттер. Все, что она делает, уже повторять не стоит. И она делает обычно гораздо позже, чем те реальные трендсеттеры. Так что никакие тренды Ольга Бузова не создает. Но при этом я, правда, уважаю ее работоспособность, то, что она делает, насколько она самоуверенна, насколько она двигает свой продукт. И, честно сказать, ее музыка не так уж и плоха. Но петь она, правда, не умеет. Из чего складывается гонорар стилиста? Потом случаются денежки. Ну, на самом деле, здесь абсолютно у всех свобода. Вот насколько ты наглый и настолько большим будет твой гонорар. Чтобы зарабатывать большие деньги в моде, ты должен быть и одаренным, и талантливым, и либо обладать своей командой, которая помогает тебе работать и тебя продвигает, либо быть тем человеком, который умеет продвинуть себя сам, стать брендом. Что случилось со мной? Я бренд. Соответственно, мой бренд продается. У меня есть определенные гонорары, определенный статус. И я уже сам решаю, хочу я где-то поработать или не хочу. Буду я делать этот проект или не буду. Поучаствую я в этом интересном проекте или не хочу я этого делать. В общем, все решаю я и моя команда, которая у меня тоже есть. Я кайфую. Мне прям очень прикольно. Назови какие-нибудь цифры. Например, на шопинг с клиентом я пойду минимум за 150 тысяч рублей. Это будет только мой гонорар. В него не входит то, сколько денег мы потратим на одежду. И я получу эти деньги даже в том случае, если мы не купили ничего. Потому что я потратил свое время. А мы не купили ничего, потому что мы просто ничего не нашли. А потом случаются денежки. У меня есть шопинг, к которому я готовлюсь. То есть я не иду, как многие стилисты, сразу своим клиентам по магазинам. Что найду, то покупаю. Мы делаем так называемый ресерчинг. Мы готовимся за несколько дней к этому дню шопинга. Мы выходим по магазинам, откладываем какие-то вещи, их отвешиваем. Потом уже с клиентом вместе обходим и примеряем те самые возможные покупки или какие-то интересные находки. Вот, пожалуйста, тебе 150 тысяч рублей. И при этом у меня есть телешоу, на котором я получаю гораздо меньшие деньги. И одна серия с моим участием обходится нашему каналу в гораздо меньшую сумму. Я не хочу называть сейчас свой гонорар. Но при этом я понимаю, что я делаю свое телевизионное шоу, имею возможность потом мой телевизионный опыт монетизировать и получать деньги на мастер-классах, на работе с какими-то частными историями, на рекламе. Хотя, опять-таки, на рекламу и на частных клиентов времени практически не остается. При этом у меня есть свой бренд одежды, который мы тоже параллельно запускаем. Но это скорее мое хобби, отдушно. Я туда инвестирую. Мы не берем никаких кредитов, не занимаем деньги. Я занимаюсь этим полностью самостоятельно. И все инвестиции, это мои личные инвестиции, мои личные заработанные деньги. Поэтому здесь монетизация, она на самом деле совершенно по-разному работает. На каком-то проекте ты заработаешь меньше, но при этом этот проект принесет тебе статус. И за счет этого статуса на другом проекте ты заработаешь больше. И все, и получается вот такая история. Прям Кристина какая-то хочет узнать все мои гонорары. Конечно. С налоговой у нас все в порядке. Вот, вот что я хотела услышать. Налоги платим изрядно, все в порядке. Есть ли женские вещи в твоем гардеробе? Да, в моем гардеробе есть женские вещи. Вот буквально недавно я купил себе в женском отделе толстовку, баленсиага. Салатовую такую с капсулом. Все-таки купил? Купил. Я коллекционирую женскую обувь. Я не фетишист ни в коем случае. Но мне как стилисту очень часто женская обувь нужна на съемках, например, селебрити, звезды. И чтобы не ехать в какую-то шоуруму ее брать, у меня она есть уже дома. Это так называемый шкафчик стилиста. У меня есть офигенные кожные такие высокие ботфорты, Кристиан Лабутан в клепках, в таких же когда-то в клипе с вами снималась Кайли Миноук. А у меня есть, кстати, несколько вещей гучи женских, например, такие брюки шелковые в цветах. Просто пижамные брюки, которые с простой белой футболкой, белыми кедами смотрятся вполне себе симпатично. Очень часто у меня в Инстаграм спрашивают, где я купил мальчики. Саша, где сейчас можно купить твои коллекции? Ты знаешь, на самом деле мы сейчас в Сочи, и в Сочи есть магазин, в котором представлен мой бренд. Также мы представлены еще в нескольких городах России. Тула, Самара, Санкт-Петербург, несколько магазинов мы представлены в Бейруте. Это наш первый западный, заграничный клиент. У нас есть бренд, называется он Александр Рогов. С прошлого года наш бренд полностью переведен по производству в Италию, потому что у нас появились итальянские партнеры. И вся одежда под брендом Александр Рогов производится в Италии, написано Birka Made in Italy, это правда так. И все производится там. Соответственно, мы сейчас, в отличие от многих других русских брендов, не работаем с магазином в режиме реализации. Потому что как русские бренды представлены практически во всех магазинах в стране. Магазин встречается с представителем того или иного русского бренда, говорит, ну, мы вам даем площадку, за свой счет отшейте коллекцию, повесьте у нас, мы продадим, отдадим вам процент от продажи. Мы так не работаем. Для того, чтобы наш бренд представить у себя в магазине, байер от магазинов должен приехать в Италию, в Милан. Где находится наш шоурум, называется он Studio Z, где представлены не только мы. Зайти в наш корнер, посмотреть нашу коллекцию, сделать заказ, оплатить его, и только после этого эти вещи приедут в магазин. В общем, это целая сложная система, которую объяснять достаточно долго. Это отдушина для меня сейчас, потому что я очень устаю на съемках во время переездов, мастер-классов. И бренд это отдушина, когда я могу делать то, что я хочу. У меня там нет рамок, потому что это мой бренд, и я решаю, что там будет происходить. И я веселюсь. Но это обходится мне в копеечку. Какую? Что ж ты будешь делать? Но в серьезную, на самом деле, чтобы разработать коллекцию только в Москве, мы тратим, ну, я думаю, около миллиона рублей. Мужчины на каблуках. Как ты к ним относишься? Ну, я один из них. Я прекрасно могу ходить на каблуках на 12-сантиметровых, но я этого, естественно, не делаю в жизни. Но мне это нужно, опять-таки, как постановщику шоу, потому что очень часто мне нужно моделям показать правильную проходку. Если ты идешь просто на плоской подошве, девочки не совсем улавливают, что нужно сделать. Или иногда говорят, что это на каблуках сделать невозможно, потому что у меня, например, был один показ, когда модели должны были спускаться по эскалатору. И они сказали, что на каблуках это сделать невозможно. Я сказал, что если я сейчас на каблуки пройдусь, и получится у меня, каждая из вас должна будет это сделать. Я сделал. Ни одна не пискнула. Все это сделали. Шоу прошло великолепно. Ни одна не споткнулась. Поэтому мне нужно это уметь. Саша, давай теперь поговорим о твоей передаче. Ой, давай. Самое интересное. Самое интересное. Ты единственный стилист на российском телевидении, который ничего не утверждает у канала. СТС в этом плане тебе полностью доверяет. С какой передачи продюсеры и редакторы поняли, что могут отпустить ситуацию и перестать контролировать Сашу Рогова? На СТС сразу. Я туда шел в этот проект сразу при определенных условиях. Сразу было озвучено то, что я буду сам решать, что я буду делать. Я буду арт-директором программы. И последнее слово за мной. И очень часто я, как творческий человек, знаю, что результат спрогнозировать сложно. Мы очень часто в последний час решаем, какого цвета у героини будут волосы. Я надеюсь, мне ничего за это не грозит. А очень часто для того, чтобы с каналом что-то утвердить, стилист должен предположить, что он с героиней сделает. И в итоге, так как это уже было утверждено, так и делают. А героине, например, рыжий на самом деле не нужен. Цвет волос я имею в виду. Понимаешь? Мы должны быть довольны своей работой. Когда мы были, например, на ТНТ, я работал в шоу «Перезагрузка». Мне было сложно, потому что визажист, парикмахер, ямы были не в такой связке крепкой. И очень часто я одел героини в одно, парикмахер придумал сделать другое, визажист придумал сделать третье. И получался такой образ, который достаточно быстро разваливается в составной части. Он не цельный. Продюсеры вмешивались. Достаточно позитивно, но все же. У нас абсолютное доверие. Я очень ценю за это наш канал. Мне доверяют. Это работает. Это работает уже не первый год. Нашему шоу практически 5 лет, 4,5 года. И у меня есть небольшой секрет. А ты не знаю, ты хочешь узнать этот секрет? Конечно. Что в сентябре наше шоу закроется. Но откроется новое. Успеете 25 часов? Нет, на самом деле мы понимаем, что проект, в принципе, изначально запускался на год. Это был годовой проект, который должен был просуществовать год. Поэтому он достаточно специфический из-за своей внутренней организации. Мы делаем преображение за сутки. И то, что мы его делаем за сутки, мы не можем себе позволить определенных нюансов. Например, пластики, каких-то реально серьезных психологических экспериментов. Потому что они за сутки не сработают. То есть мы должны сделать только то, что реально сделать за день. За те самые несчастные 24 часа. Мы сейчас хотим реорганизовать проект, придумать новую фишку, которая в проекте будет. Это будут уже не 24 часа, но цифра 24 в проекте останется. Это будет новое шоу. Это будет мейковер-шоу со мной. Но оно будет действовать по новым правилам. Совершенно иначе, совершенно по-другому будет выстроено. Так что следите за эфирами. А я знаю, что ты еще мечтал о своем большом ток-шоу. Я до сих пор мечтаю. Это будет какая-то модная версия «Пусть говорят». Ты прям подкована, подготовилась к интервью. На самом деле я до сих пор мечтаю о моем авторском ток-шоу. Это естественно будет. Будет. Я говорю, как будто бы это уже будет. Потом случаются денежки. Шоу с элементами ток-шоу о стиле жизни. Опять-таки о том, что мыться нужно, о том, что нужно пользоваться дезодорантом. Как хорошо выглядеть с интересными героями, актуальными. Не вот этими, какими-то сбитыми летчиками, которые ходят по всем каналам, сидят и одно и то же рассказывают. Я хочу свежую кровь. Я хочу людей из интернета. YouTube, я тебя люблю. Я хочу позвать каких-то классных людей, которые будут помогать мне с контентом. Это люди не из телевидения. Мне хочется сделать телек, но не с теми, кто телек делает. И я хочу вот по чуть-чуть взять отовсюду. И из проекта «Подиум», и из топ-модель по-американски, и из опры с классными, глубокими, интересными интервью, философскими. То есть это будет такая фабрика хорошего настроения. Я надеюсь, что это получится реализовать на СТС. Потому что мне очень нравится концепция СТС, что это семейный канал. Это канал, который я могу сидеть, смотреть вместе с моей мамой, племянником, папой и моей сестрой. И мне будет не стыдно ни за одно слово, которое произнесено в рамках этого канала. Потому что есть другие шоу, которые и другие каналы, которые бьют ниже пояса. И иногда мне даже как-то неуютно и неудобно просто перед людьми, с которыми я вместе смотрел телевизор в этот момент. Я сейчас говорю, например, о канале ТНТ. Ну, наверняка ты следишь за коллегами, за модными передачами на других каналах. Слежу. Слежишь. Какие тебе нравятся, а какие ты сразу переключаешь? Ну, во-первых, я правда слежу за коллегами. Потому что я должен быть в курсе того, что происходит на других каналах. И очень часто вижу то, что мы и мое шоу «Успеть за 24 часа» является мотиватором для других шоу. Нас очень часто воруют идеи, сценарные какие-то фишки. И я это вижу. Потому что я это вижу спустя месяц-два после того, как наши фишки появились в кадре. На самом деле я смотрю перезагрузку, потому что когда-то я там участвовал. И мне не нравится перезагрузка. И даже если бы у перезагрузки хватило бы ума пригласить меня как консультанта хотя бы один разочек, я бы рассказал, что у них не так. Я смотрю «Модный приговор». «Модный приговор» доказал то, что он абсолютно жизнеспособен. Десять лет уже в эфире Первого канала. Но мне не нравится шоу, в которых не показывают, как они сделали преображение. «Стройка будет мешать, да?» Скажите, что президента снимаем. Девочка ушла в комнату, вернулась уже преображенная. И никто нормальным человеческим языком не объясняет, что они сделали. То есть это не полезная программа, она развлекательная. Мы даем инструменты, другие шоу инструментов не дают, они просто рассказывают. Поэтому наше шоу развлекательное и прикладное. И таких программ на телевидении российском больше нет. Как нескромно. А зачем мне скромничать, если это правда так? Я абсолютно адекватен. На самом деле я знаю какие-то промахи в нашей программе, и что там, возможно, не до конца правильно сделано. Хотя у нас все хорошо. У нас есть внутренние небольшие нюансы, но мы все время с ними боремся, но зрители этого не видят. Ну как не видят? Подожди, я посмотрела твой блог на YouTube, что происходило за кулисами. И ты там откровенно тянешь одеяло на себя. Тебе нужно контролировать буквально все. Мне не нужно, мне необходимо. Я смотрю и думаю, зачем столько редакторов, продюсеров на площадке, когда всем рулит Саша Рогов? Зачем все остальные? Да потому что все спят, понимаешь? А чего они все спят? Ну потому что я тот человек, который хочет сделать это шоу классным. А очень многие люди просто работают. Ну это как прийти на работу и от звонка до звонка поработать. Я могу сам принести стремянку, я могу сам помыть пол, я могу сам подмести волосы героини, когда мы ее постригли, потому что я хочу быстрее войти в кадр, отработать и поехать домой. Такое было? Зачем мне? Конечно. Зачем мне стоять как звезда какая-то невозможная, ждать, пока меня позовут на площадку, если могу выйти сам и дать всем вот так. Новый блог, расскажи о нем. Так, сколько у вас просмотров там в Ютьюбе? У Лены Темниковой 300 тысяч. Ну вот 300 тысяч. Давайте сейчас расскажем. Во-первых, подписывайтесь срочно на канал Rogue of Life YouTube. Мы запустили его в середине марта. Честно говоря, я вообще не ожидал, что YouTube это отдельный мир. Вот что происходит в YouTube, такого не происходит вообще нигде. И я сейчас очень сильно расстраиваюсь, что я не сделал это раньше. Ой, мама, что будет? Я так хочу людей замотивировать и хочу показать, как я живу и какие проекты еще я делаю, о которых никто не знает. Сейчас мы это запустили, мне необходимо было найти того человека, который сможет это делать так, как я себе это вижу. И вот, собственно, со мной здесь сегодня один из моих помощников, зовут Кирилл. С нами все время маленькая камера. Мы сами все это монтируем, при этом у меня большой опыт работы редактором, поэтому обычно перед тем, как влог появляется в YouTube, я его вижу в некой рыбе, вношу свои изменения, мы что-то переставляем местами, доклеиваем, доделываем, что-то убираем, что-то добавляем. Влог выходит, и я кайфую, мне прям очень прикольно. Мы стараемся быть максимально разными, мы делаем влоги о путешествиях, или это полезные влоги, например, шоппинг, где я показываю, какие вещи в магазине представлены. Я единственный бьюти-влогер, какой я бьюти-влогер? Я единственный фэшн-влогер сейчас, который не просто ходит по магазинам и трясет шмотками, я рассказываю истории брендов, кто в этих брендах сейчас работает, почему эти вещи столько стоят, из чего они изготовлены, с чем их носить, предлагаю какие-то варианты. И опять-таки даю возможность тем людям, которые боятся заходить в дорогие магазины, хотя бы в этом магазине побывать и понять, что там, и при этом объяснить, что в этот магазин стоит зайти, даже если вы не можете пока себе позволить купить эти вещи, но посмотреть их, потрогать, понять, почему они столько стоят, прицениться. Возможно, когда-то вы выйдете на новый уровень, и вы будете клиентом этого магазина. Я тоже когда-то приехал из Тула в Москву и в штаны накладывал перед тем, как зайти в дорогой магазин, просто лишь бы эти вещи потрогать. В общем, это мой новый рупор. Вот. Rogue of Life, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Простите. Да, я должен использовать любой шанс. Поэтому, YouTube, я тебя люблю. Я тоже. Белла ходит или Джиджи ходит? Конечно, Джиджи. Ненавижу Беллу, просто мертвая селедка. А Джиджи классная, прикольная, дерзкая и крутая. Джиджи исключительно. Почему селедка? Ну а что, она все время такая. Ни одной эмоции никогда у нее нет на лице. Мне вообще она не нравится. Это абсолютно продюсерский проект, абсолютно коммерческий проект. Есть семья ходит. У них есть две дочери, Джиджи и Белла. Круто, что они разные. И в них максимально инвестировали с точки зрения того, чтобы одна и вторая заняла свою нишу в моде. Джиджи – это своя девчонка. Она работает с классными, такими расслабленными брендами, типа Tommy Hilfiger, масс-маркетом. И они ее продвигают именно в этом ключе. А Белла такая лакшери-селедка. И она ходит в Люксе, Бальмон, рекламирует какие-то более высокие бренды. Это сработало, потому что есть две сестры. Они крутые, прикольные, их промоутируют. И совершенно разные бренды на них обращают внимание. Но я выбираю точно Джиджи, она крутая. Последний вопрос, Саша. Мой самый любимый. Все гости программы «Море откровений» рассказывают нам о каком-нибудь неизвестном факте своей жизни, который прежде они нигде и никогда не афишировали. Блин, мне надо было предупредить. Я никого не предупреждаю. Так мне интересно. У меня есть факт, но я не буду рассказывать. Не пойдет. Ну, пожалуйста. Ты маленький. Ну что, рассказать? Ну да, да. Ой, мама, что будет? Вам этот факт сделает просмотры. Я надеюсь, мне ничего за это не грозит. Но на самом деле, однажды, в Берлине, когда я жил в Берлине, Кирилл уже знает, о чем я хочу рассказать. Короче, я жил в Берлине достаточно долгое время. Мы работали на проекте для канала ТНТ. Это было большое реалити-шоу «Голод». Я работал там ассистентом режиссера. И однажды у меня был выходной день, я пошел по магазинам, и в одном большом магазине я кое-что украл. Меня поймали, надели на меня наручники, отвезли в немецкую тюрьму. Меня фотографировали прямо с этой табличкой, ну, как в кино. Я ночь провел в этом месте, с бомжами какими-то адскими. Но в следующий день меня отпустили, потому что меня простили. Вот, такой есть факт. Кристина, что ты со мной делаешь? Это был большой универмаг, и я, как сейчас помню, положил в свою сумку дезодорант «Шанель». Не знаю, почему. Вот я не знаю, почему. Вы, правда, первые, кому я это рассказал. Мамочка, что я сделал? Это был хороший урок, что так делать нельзя, и так делать не нужно. Саша, это был прекрасный разговор. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо, что позвали. Мне было очень приятно, тем более с таким видом в Сочи, с такой прекрасной девушкой, посидеть на веранде. Спасибо. У нас в гостях был телеведущий и стилист Александр Рогов. Смотрите программу «Море откровений». Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите на канал «Рогов Лайв». Но после просмотра программы «Море откровений». Естественно, только так. Мы сейчас делаем селф-фак. Селф-фак? А что это? Кубань 24. О, Рогов 24, Кубань 24. У нас просто квинтэссенция цифры 24 произошла. Морской вокзал Сочи – центр культурных событий и мировых тенденций. Галерея красоты и моды в бутиках Гуччи «Этро Макс Мара». Элитный мужской мир «Верменеджильда Зенья». Парфюмерия и косметика в артикле. Ценителям традиций часы в сублим. Семейные завтраки, деловые обеды и званные ужины в ресторанах «Кофемания» и «Ласточки». Морвокзал Сочи. Войково 1. История морского города в деталях и вкусах. Салон красоты «Шансу». Индивидуальный стиль клиентов. Эксклюзивный почерк мастеров. Путь к совершенству укажут профессионалы. «Шансу». Город Сочи. Улица Советская, 42.